Хотите узнать наш новый лозунг на выборах в 2020 году? Сохраним величие Америки! Это был фрагмент выступления президента Трампа в Индиане. Он уже агитирует за свое переизбрание на следующих президентских выборах в 2020 году. Помимо этого, глава Белого дома, по всей видимости, обеспокоен перспективой победы демократов на промежуточных выборах в этом году. Как ожидается, демократы расширят свое представительство в Конгрессе. Весь этот великолепный импульс, которым мы зарядили экономику страны, ее безопасность, стабильность и мощь нашей армии, все стоит на кону в ноябре. Несколько потенциальных соперников Трампа недавно выступили на конференции в Вашингтоне. Среди них сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. По ее словам, демократам стоит приготовиться к серьезной борьбе за возвращение контроля над Палатой представителей и, возможно, сенатам. Мы не можем взять эту вершину, игнорируя нужды миллионов американцев, которые рассержены и напуганы тем ущербом для нашей демократии, который нанес этот президент и эта республиканская партия. Другой потенциальный кандидат, сенатор штата Нью-Йорк Кирстен Джилибрандт, прогнозирует, что на этих выборах демократы получат широкую поддержку благодаря избирателям-женщинам. Причина, по которой, я надеюсь, нам удастся вернуть контроль над Палатой представителей и, может быть, сенатом, состоит в том, что на этих выборах по всей стране интерес избирателей представляет рекордное число женщин. И исход этих выборов решит волна энергии активистов-женщин. Как отмечает еще одна потенциальная участница гонки 2020, сенатор от штата Миннесота Эмми Клабушар, избиратели заинтересованы в большем, чем просто критика Трампа. Да, многим не нравится, как он давит на своем пути невинных людей, и они дадут ему это понять. Но мы не одержим победу, если все свое время будем тратить на жалобы о том, что он сидит в Белом доме. Да, он президент, но мы должны представить альтернативу. Аналитик Джон Фортье прогнозирует, что Трамп столкнется с утратой партийного большинства в Конгрессе, как и большая часть президентов до него. Он пользуется поддержкой своей базы, но и другая сторона мотивирована на борьбу. Специальные выборы, как мы уже видели, продемонстрировали реальную готовность демократов к борьбе против него. Я думаю, те, кто поддержал Трампа, продолжат делать это и дальше. Но подлинный энтузиазм именно по ту сторону баррикад. Демократы также столкнутся с серьезными сложностями. В частности, с разобщенностью. Так, партии предстоит примирить сторонников Хиллари Клинтон и Берни Сандерса, поясняет политолог Дэвид Абрахам. Демократическая партия за последние два года так и не выдвинула серьезную программу. Ее истеблишмент до сих пор занят борьбой со своим же левым крылом, опасаясь его доминирования. Два с половиной года могут показаться долгим сроком для президента Трампа и его потенциальных соперников-демократов. Однако все внимание сторон уже направлено к финишной черте гонки 2020.